я пришла погуляла с козами и смотрите смотрите как у меня будет сегодня обед богатый яйцо ликбарика нет я кстати думал сварить все два яйца но здесь вчерашние есть еще и ладно ликбарика а кстати спросили я не ответила что забыла как вам на вкус яйца маранов потому что говорят что они там особенно вкусные да они отличаются что я хочу сказать вам мне кажется это такая же ерунда как и с нубийскими козами об исключительности нубийских коз говорят исключительно заводчики нубийских коз ну потому что сам себя не похвалишь кто тебя еще похвалишь я сейчас не умоляю ни в коем случае каких-то там качеству хороших ценных нубийских коз нет но иногда почитаешь но такую чушь именно от заводчиков а там представляете там огромные деньги козочка 150 тысяч до козлы 100 тысяч и ну тут запоешь и запляшешь как угодно да я их прекрасно понимаю этих заводчиков но иногда почитать но это такая вообще просто муть что ну нормальными могут быть только нубийские козы у них только нормальное молоко у них только там сыр масло все другие козы не козы вообще понимаете а есть простая коза какая-нибудь деревенская но у нее такое вкусненькое молочко такое сладкое сладкое у меня знаете какой был случай сейчас пока лезет в голову разные случаи да вот сейчас будем пока готовить давайте обед обед готовить нет у меня есть суп у меня стоит кастрюля супа я не хочу я когда нет никого дома я даже себе ничего и не готовлю потому что я съем допустим или вареное яйцо или пожарю себе и все я сыта вот я ну это кстати очень нам подходит эта тема заводческая самая первая моя коза вот захотелось мне я купила козу короче она была простая коза как я ее доила я боюсь трясусь к ней подойти ну а коза обычная коза она трясется на меня смотрят мы какой зверь страшный самое первое вообще и я никогда в жизни не доила вообще никогда я этому не училась рашид интернет то появился когда это было 13 лет назад почему я вспоминаю потому что я помню все чему мы учились мы учились из журнал какое хозяйство приусадебное хозяйство да помните всякие какие-то распечатки какие-то да наверное не было интернета тогда компьютеры может были вообще что говорю а интернет когда появился в общем не знаю ну не было у нас по крайней мере не было вообще компьютера может быть там был в таких социальных учреждениях уже для работы такие оглобли помните раньше какие были первые но смысл-то не в том вот что я хочу сказать это была простая коза простая коза потом я быстро поняла что простая коза не вариант в каком смысле она кушает и какает точно так же как и породистая но меня объяснил кстати человек вот сначала когда она мне сказала козленок стоит 15 тысяч а когда ты городской человек ты кос видел ну только там на картинках или где-то там издалека да вот и она мне объяснила что ну в общем я поняла все преимущества что а и она мне сказал что есть такая есть такие козы я даже не запомнила породные занески и я это тыгнутый с ума сошла 15 за козу за какую-то козу боже мой вот но потом я поняла что писает какает и ест как простая коза как и породистая и уход как за простой так и за породистой но породистая тебе даст вот такая коза 3 4 5 литров а простая 2 литра ну есть там мы сейчас не говорю что есть и простые козы там они какие-то удойные да но в среднем вот я это быстро поняла и купила занеску все про которую я говорю который у меня была очень хорошая коза мне повезло она давала с первого года 4 200 вот потом на сене она мне давала 6 литров уже в последующей уже осенью в последующие годы но это была моя первая коза как бы теоретически много чего читали много чего знали но я не справилась в том смысле что она погибла у меня таких коз нужно содержать им нужен уход а не просто так вот когда у появилась породистая коза и я сразу такая смекнула что скажу кабачковая икра которую я просто обожаю сейчас еще рядышком вот это мой обед яйцо как называют помидорки икра ну что есть я то и собрала не хочу мне сама это много не надо я и я еще догонюсь с кофейком и сырночком сейчас дорасскажу всю эту историю и я ее решила очень быстренько продавать простую эту козу и продала и как только я ее продала я в этот день пробую молоко чуть не то я привыкла что молоко вкусно такое сладкое сладко а теперь бы осталось молоко только от этой от занинки ну что то не то вообще как трава травой но это что трава не то что она была невкусно и плохое просто по сравнению с тем то было молоко очень вообще вкусная и очень сладкая простой козы давай звонить этим кому я продала евро пожалуйста у меня дети не пьют это молоко ну вот козья которая от этой козы которым есть их верните мне козу он нет ну естественно чердак что вот нет ну нет и все вот а раньше я никогда не додумалась бы сравнить ну потому что за и коза да но оказалось что у той молоко было все супер вкусным потом мы привыкли к молоку и ты за низкой она еще раз говорю но не было плохим она не было невкусным там противно просто у той было ну супер пупер сладкое молоко вообще чем и этой мы привыкли к этому и она нам стало казаться тоже таким замечательным вкусным так вот это я к чему что все вот это вот ерунда что ну правда некоторые прямо на так перебить перегибает палку но это только заводчики все больше никакие другие люди что прям ну только вообще только вот эта коза она нормальная коза она достойна к существованию у них иногда такая ерунда вот просто и также про яйца ну все-таки отвечу от уступного говорила говори я не я не замечаю что яйца какие-то другие это опять же я слышала такие версии конечно же и слышала и на форумах и читала я просто уверена что это исключительно эта версия опять также исключительно заводчиков маран ну яйцо же дорогое вы представляете и чтобы они не залеживались когда ты знаешь цену вот этому цену этой курицы этом петуху ну ты уже не можешь просто так пойти зарубить я зарубил он пошла два двоих потом не все мне уже не хотелось я уже подумал что их лучше было бы продавать чем просто рубить и в суд понимаете и когда заводчики когда они занимаются этой птицей и уже не хочется просто делать из этого яичницу когда ты знаешь что ты можешь получить хороший день без айта понимать и ну это конечно не нечистоплотные заводчики потому что ну мне тоже хотелось бы чтобы купили да да вкусная да своя продукция хорошая да птички на вид очень красивый очень достойный но чем отличается петушатина петух этот от петуха того не знаю ничем чем отличаются эти яйца от яйцев от яйцев все пора закругляться от яйцев я не знаю но на мой взгляд перепелиные яйца очень отличается от всех других яиц вот это на мой взгляд вот они действительно вкусненькие нежненькие хорошенькие у меня мама все только недавно распробовал хотя я ну всю жизнь даю яйца и что-то она такая ой говорит как хорошо когда ты пришел ну работался пришел а там особенно в жару и так есть сильно ничего не хочется да и перепелины не другие какие-то а именно перепелины это так вкусно и так прямо они такие ну какие то они другие рдама вот при перепелиные я вам совершенно уверена говорю что на мой вкус они очень отличаются от других все я пошла есть а то мне кстати о перепел очках мне сейчас нужно зарезать 5 штучек муж позвонил нужны перепелки заказали килограммчик все так что пошла есть так теперь по плану у нас кофе и кофе и зернах я себе не сыплю несколько ложек все таки как-то мне кажется это серьезно так здесь у меня стоит рикота мне нужно снять сегодня рикотку здесь сыр стоит отдыхает так ему нужно при комнатной температурке постоять естественно со своим молочком это сливки которые я снимаю ну типа сметанкой пользую ну сколько успеваем пользую потому что я же масло из этого делаю а где мед медик сюда это за место сахара первички из ягодки всегда у меня привыкаешь уже такой питаться летней едой да и потом когда это все кончается прям первое время не не знаю как быть как жить вообще как зимовать потому что привыкла уже за все лето так нужно водички сразу поставить сразу водички чтобы перепелок щипать и вот так и забыла пока стою жду кофе вечером то я хотела да желудки хотела вечером приготовить желудочки разморозить здесь всякие петуши и перепелиные на пока пускай размораживается до вечера думаю мало нет ладно сейчас посмотрю можете еще там добавить так сейчас будет видно разберемся у меня ручка отвалилась поэтому я так тряпочку беру всего приятного аппетита я пошла я пошла догонюсь кофейку а то скоро муж приедет конечно это вкусненько кофе кофе в зернах пьем это намололи просто уже сейчас мне нужно помыть тут какие есть кружки нужно помыть кружки стою намываю тарелки да раковину освободить перепелкой сюда сейчас буду кидать так ну все я пошла за перепелками это